Всем привет, дорогие зрители! Последний в уходящем году, который стал для ММО хоть и незнаковым, но вполне ярким. И самую заметную звёздочку вы сможете определить сами, уже совсем скоро стартующим голосованием за лучшие игры 2016 года на stopgame.ru. А пока немного традиционных новостей. Количество озабоченных нелёгкой судьбой мега-космического проекта Star Citizen не уменьшается. Абсолютное большинство из них, правда, на игру не потратили ни копейки и вообще не планируют с ней связываться, что, наверное, должно свидетельствовать об их большом и добром сердце. Ещё бы такая забота о чужих деньгах. Те же, кто потратились, в основном предпочитают не выражать озабоченность, а думать и говорить о том, что у разработчиков получается. Ведь что-то у них всё же получается. Например, в ноябре босс Cloud Imperium Games Крис Робертс пообещал, что режим шутера от первого лица, именуемый ещё Star Marine, появится в раннем доступе в обновлении 2.6, а это обновление выйдет до конца года. И представьте себе, на прошлой неделе оно таки вышло, вместе с шутером. Разумеется, ранний доступ в полной мере оправдал своё название, поэтому различные проблемы, вроде вылетов багов и не лучшей оптимизации, оказались нормой, а не исключением. Но всё же, судя по отзывам, режим обещает быть весьма фановым, когда его отладят. Star Marine стал важнейшей, но не единственной частью обновления. С его выходом появился новый режим арены — туча пиратов. В нём игроки отбиваются от пиратских волн, каждый из которых круче предыдущий. Вполне стандартно и ничего революционного. Наконец, не обошлось и без кораблей. Посмотреть в ангарах, а затем полетать можно на гибриде тяжёлого истребителя и штурмового транспорта Aegis Vanguard Hoplite, перехватчике Drake Herald, транспорте Drake Caterpillar и роскошном двухместном скоростном корабле Origin 85X. Правда, касается это в первую очередь тех, кто данные звездолёты приобрёл. И в качестве самого-самого завершения немного технологий. Star Citizen до сей поры использовала сильно модернизированный движок CryEngine, и, как заверил Крис Робертс, свежие финансовые проблемы CryTech на разработку игры никак не повлияли. Но, наверное, он был не до конца честен, а может возникли какие-то другие обстоятельства, только Cloud Imperium решила всё же движок заменить. И в качестве замены был выбран Lumberyard производства Amazon, который тоже является тем же CryEngine, только переделанным. Поддержку при этом осуществляет Amazon, а значит никаких проблем с этой стороны не ожидается даже теоретически. Близость же старого и нового движков Star Citizen облегчила переход. Два инженера справились с задачей всего за один рабочий день. Большинство ММО-компаний и игр никаких собственных фестивалей не проводят, только самые избранные и популярные расщедриваются на подобные мероприятия. А вот Square Enix проводит аж три тусовки для поклонников Final Fantasy XIV ежегодно в Европе, Америке и Японии. Японский Tokyo FanFest проводится самым последним, и он наконец-то прошёл на недавних выходных. Особых секретов он не раскрыл, но новые сведения предоставил. Например, было объявлено, что анонсированное ранее обновление Stormblood выйдет 20 июня пока ещё будущего года. К объявленной дате разработчики, тем не менее, добавили, что она может оказаться неокончательной, и если им покажется, что что-то не готово или наоборот, то дата изменится. Зато не должно измениться их намерение ввести два новых класса в дополнении. И первым, как и намекал в своё время трейлер, окажется Red Mage. Его или её красномажество будет специалистом по нанесению урона с дистанции, хотя одновременно сможет и вблизи помахать свои рапиры, если его или её к этому принудят. Далечего в арсенале найдутся особые приёмы для быстрого перемещения, чтобы занять удобную позицию, нанести удар и тут же смыться от возмездия. Ещё одной фишкой Stormblood станут подводные локации и подводные квесты. Между прочим, летающие маунты окажутся заодно и водоплавающими, а также водоныряющими. Новым же племенем станет чисто женская Ананта с покровительницей Лакшми. Наконец, ассортимент рейдов расширится за счёт The Band of Time Omega. Он будет связан с основной историей, но не обязателен для её понимания и прохождения. 24 января стартует приём предварительных заказов на дополнение. Когда Snail Games анонсировала возрождение закрытой французской ММО-песочницы Dark and Light, она пообещала старт ранней версии в этом году. Однако, когда год практически закончился и стало ясно, что в этом году игра не выйдет, китайцы извинились и пообещали релиз в 2017-м, причём без уточнения в начале, середине или конце. В Steam уже появилась страница игры, но в ответах на пользовательские вопросы на Reddit разработчики подчеркнули, что с датой выхода ещё не определились, так как хочется им, чтобы игроки получали удовольствие от проекта, а не жаловались на его состояние. Для чего ещё надо будет много поработать? В тех же ответах было заявлено, что у каждого города в Dark and Light будет собственный лорд, а у лорда будет маунт, который является официальным символом города. Другие подробности данной системы станут доступны позже. Количество игроков на серверах пока является секретом. Элементарный урон возможен не только для посохов, но и для другого оружия. Во всяком случае, девелоперы размышляют над такой системой. Игроки смогут дружить с какими-то группами монстров и даже получать от них помощь в боях. Ездовые животные и прирученные монстры будут смертны, но пользователи смогут их воскрешать. Правда, воскрешение будет скорее превентивной мерой, чем реактивной. Скотину также можно будет оставлять в мире, и она никуда не денется, если, конечно, не будет убита. Китайцы строили, строили и, наконец, построили. И тогда пришли русские и... нет, не разрушили, а взялись китайцам помогать распространять власть новой MMORPG и Revelation на весь прочий мир. И хотя до всего мира дело пока не дошло, в русскоязычной его зоне игра наконец-то допорхала до открытого бета-тестирования. В этот знаменательный момент компания Mail.ru напомнила, что на разработку проекта ушло 5 лет и 60 миллионов долларов, а сюжеты придумал популярный в Поднебесной автор всякого фэнтези Дзян Нань. Что касается геймплея, то в открытой бете игроков ждет контент вплоть до 69 уровня, куча квестов, подземелий, путешествия, исследования, подводные локации, полеты на собственных крыльях, ПВЕ, ПВП и романтические отношения с персонажами противоположного пола. Которые не всегда являются игроками противоположного пола, имейте это в виду. Все пользователи Revelation Online могут при желании объединиться в гильдии, а при нежелании не объединяться. Гильдии же в свою очередь допускаются к участию в осадах, причем в эпических баталиях за крепости могут сражаться сразу до 8 тысяч человек одновременно. И серверы при этом не рухнут, во что нам слабо верится, но может быть мы не правы и они в самом деле на такое способны. ПВП-песочница Darkfall Rise of Egon не для слабых духом, ибо условия проживания в ней весьма похожи на те, что были когда-то на старте Ultima Online, где каждый злодей мог обидеть тихого и мирного гражданина, убить его и забрать все имущество. Добавьте к этому динамичную боевую систему, являющуюся помесью шутера от первого лица и экшена от третьего, и вы поймете, что хардкор и даркфол — это практически слова-синонимы. Тем не менее, спрос на такой хардкор имеется, хотя не столь массовый, как на азиатские гринделки. К тому же в Даркфол невероятно огромный, больше 400 квадратных километров, открытый, никаких инстансов, и вручную изготовленный мир. Поэтому поклонников у нее хватает. И разработчики ответили на вопросы некоторых из них в ходе общения на форуме Reddit. Они согласились с претензией, что красивые города на Агоне незаслуженно пусты, там практически отсутствует NPC-жизнь, а монументальные здания в массе своей играют декоративную роль. И делают это не очень удачно. Поэтому в планах у разработчиков значится появление таверн и иных мест культурного досуга, где игроки могут собраться, выпить эля, виртуального, конечно, и пообщаться за жизнь. И сделать NPC живее тоже планируется. Еще народ обеспокоила схожая проблема только в отношении многих интересных и красивых мест на Агоне, которые стоят пустые и заброшенные. Их заполнят монстрами и враждебными NPC, чтобы исследование мира стало еще интереснее. Также обещаны группы бродячих монстров. Из прочих обещаний можно упомянуть улучшенную кастомизацию персонажей за счет разнообразного оружия и брони, перебалансировку морских сражений, чтобы можно было брать не числом, а умением, изменения в PvE за счет более мозговитого искусственного интеллекта монстров и заверения, что игра никогда не станет Pay to Win. В смысле бизнес-модели разработчики тоже придерживаются хардкора, поэтому на старте будет только подписка. Ну и еще возможность оплаты игровой валюты и наподобие системы Plex в EVE Online. Однако фри-ту-плейная модель с ограничениями тоже возможна, но позже, когда Darkfall официально выйдет и пройдет испытание временем. И на этом я с вами прощаюсь, до скорейших встреч, удачных вам праздников, новогоднего настроения, счастья, здоровья и всего такого. Как и всегда, вы смотрели StopGame.ru Субтитры создавал DimaTorzok